Добрый день, уважаемые коллеги! Рад всех вас видеть сегодня. Действительно, тема, на мой взгляд, уже достаточно долгие годы остается чрезвычайно актуальной, и роль ее, она все возрастает. И те знания, те результаты, которые мы получаем на этапе диагностики о раке предстательной железы, они достаточно серьезно меняют понимание процесса, который есть у каждого пациента, и помогают в определении дальнейшей, в том числе и лечебной тактики. Это достаточно важно. И на сегодня я часто говорю о том, что, конечно, пациенты, особенно с локализованным или местно распространенным раком предстательной железы, не могут лечиться в центре, где нет адекватной диагностики, где нет адекватной магнитно-резонансной томографии на сегодняшний день и правильно оцениваемым результатом исследования. И также второй очень важный компонент, на мой взгляд, центр, который занимается лечением этих больных, должен обладать как минимум двумя вариантами локального лечения рака предстательной железы. И только тогда есть альтернатива, и только тогда появляется реально мультидисциплинарный подход и реальная возможность выбора для каждого конкретного пациента, более объективный метод лечения, будь что лучевая терапия или хирургическое лечение, и в том числе в каком варианте. Даже вариантов лучевого лечения должно быть как минимум несколько. И брахитерапия, и дистанционная, и стереотоксическая лучевая терапия, еще лучше, и кибернуж, то есть, но чем шире возможности, тем, естественно, есть больше шансов и вариантов для выбора того лечения, которое необходимо каждому конкретному пациенту. Поэтому, конечно, еще раз повторю, что очень сильно все меняется, и если, ну, наверное, лет 5-6 назад я все время говорил, и все время бросал камень в сторону лучевых диагностов, что, в принципе, нам для постановки диагноза данные магниторезонансной томографии по большому счету не нужны, кроме как в оценке лимфатических узлов, потому что предиктивная ценность тех материалов, которые у нас были, простатоспецифический антиген, и данные гистологической биопсии, гистологическое заключение по системной биопсии были достаточны для того, чтобы его стадировать и определить группу прогнозов. И по большинству сравнений магниторезонансная томография никак не выигрывала. То, конечно, за последнее время, когда в практику вошло активно мультипараметрическое МРТ, и когда мы получили уже второе поколение ПАИРАЦ, сейчас и третье скоро будет. То есть понятно, что, конечно, жизнь значительно облегчилась, и самое главное, результаты стали значительно лучше, конечно же. Мы стали диагностировать тех пациентов, которых, наверное, мы пропускали только при скрининге ПСА. С другой стороны, мы, может быть, стали не так активно выполнять биопсию пациентам, у кого нет изменений, и оставлять под динамическое наблюдение, и тем самым как раз выявлять только клинически значимые формы заболевания. Поэтому магниторезонансная томография, в том виде, в котором она должна быть на сегодняшний день, конечно, изменил корни ситуацию, как в самой диагностике, так и в подходах и в выборе тактики лечения. Ну, о чем сегодня, по сути, и будет разговор, поэтому, на самом деле, я больше, наверное, занимать время не буду. А больше, наверное, в дискуссии и в обсуждении того, что мы будем сегодня слышать непосредственно о тех методах исследования и самой биопсии предстательной железы, в каком варианте, фьюжн-биопсии или как-то иначе, или в системном варианте. Дальше продолжим дискуссию и обсуждение. Если ко мне есть вопросы как к клиницисту, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Я так понимаю, вот мы начали уже или заканчиваем уже первое выступление о том, что и как определяет тактику ведения пациента при раке предстательной железы. И обращаюсь к аудитории. Это первое выступление, по сути дела. И давайте мы перейдем к формату такого близкого контакта между аудиторией и докладчиком и председателями в данной ситуации. Задавайте вопросы, что вас интересует конкретно врачей-рентгенологов. Я так понимаю, одни будут вопросы интересовать. Здесь, наверное, не только врачи-рентгенологи присутствуют, врачи-урологи, онкологи. Их немножко другие будут вопросы интересовать. Пожалуйста, у вас есть такой счастливый момент, шанс воспользоваться этим и получить разъяснение, что называется, из первых уст. От лидера в этом направлении, во всяком случае, Александр Константинович аккумулирует в рамках института и Северо-Запада определенный клинический опыт, определенные клинические знания, которые он может вам, соответственно, сейчас и поделиться ими. Пожалуйста. Первый вопрос. Сейчас нас слушают еще на удалении, поэтому давайте через микрофон. У меня такой вопрос к вам. Как вы относитесь к активному наблюдению пациентов, например, с аденокарциномом предстательной железы, там, глиссин-6? То есть используете ли вы в своей практике активное наблюдение или обязательно всем пациентам выполняете биопсию? Извиняюсь, я могу неправильно уточнить. Да, если при биопсии глиссин-6, там выявляется и используется активное наблюдение. Спасибо. С одной стороны, я, во-первых, и пользуюсь активным наблюдением, естественно, и я в какой-то мере за активное наблюдение. И понятно, что это лечебная тактика, она имеет право на жизнь, существует. И есть пациенты, кому целесообразно ее рекомендовать. С другой стороны, я вижу достаточно большой ряд проблем, которые на самом деле здесь существуют. Во-первых, кому реально мы должны рекомендовать эту тактику? Мне кажется, что все-таки пациентам с молодым пациентом, даже с таким опухолевым процессом, локальное лечение показано. Потому что оно действительно реально может быть радикальным. И мало того, что оно может быть радикальным, но в этой ситуации чаще всего оно еще может быть минимально инвазивным. То есть мы можем выполнить нервосберегающую субфациальную радикальную простатоктомию, а мы на сегодняшний день обладаем небольшим опытом, и опубликовали даже материалы свои по этому поводу, что такая простатоктомия может выглядеть как хирургия одного дня. То есть с таким пациентом на утро удаляется катетер, и они уходят домой. Поэтому в такой ситуации и хирургия, и в том числе и лучевая терапия, она несколько может быть более сохранной. При том, что при молодом возрасте понятно, что мы отсроченные результаты и понимаем, что этот пациент все это время, с одной стороны, будет постоянно и регулярно наблюдаться, а наблюдение достаточно... Оно тоже непростое. И поэтому для этих пациентов я считаю, что это нецелесообразно такая тактика лечения. Для пациентов с выраженными соматическими проблемами и пациентов старшей возрастной группы, конечно, да. В такой ситуации, наверное, целесообразности в агрессивном лечении нет. Но, опять же, это должно быть очень достаточно четко определено. Во-первых, мы должны быть уверены в результатах нашей биопсии, в результатах гистологического заключения, в результатах магиторезонансной томографии. Мы четко должны понимать, что процесс у пациента клинически незначимый, ну или как минимум хорошего прогноза. Вот та серия, о которой я говорил, основная проблема этой серии была в том, что 50% занижения стадии на клиническом этапе. При том, что эти пациенты специально отбирались. То есть это была очень узкая селекционированная группа, которую мы там каждого пациента отсмотрели и так далее. Они, к сожалению, из разных центров приезжали, но, тем не менее, 50% занижения стадии заболевания. Поэтому у нас еще достаточно большие проблемы с диагностикой и стадированием на сегодняшний день. Поэтому это тоже надо учитывать. И, наверное, еще один самый важный момент это в том, что то, что я вижу постоянно, что тактику наблюдения никто не понимает. То есть я считаю, что наблюдение это ничего не делать. И никто даже пациентам не говорит, что через год у них должна быть обязательная повторная биопсия предстательной железы. И то, что каждые 3 месяца нам нужно сдавать простатспецифический антиген. Ну, а сейчас еще, хотя это нет в стандартах, но, тем не менее, должно входить в магнино-режоносную томографию тоже как минимум раз в год. Наверное, перед очередной биопсией. И на основании этого мы должны принимать очередное решение. Поэтому тактика, наверное, то есть она нужна. Она на сегодняшний день существует как инструмент. Но вопросов на самом деле очень много. И однозначно вот так я бы не стал формировать группу, что это больные. Там Глиссен-6, у него один столбик или два столбика. Да, ПСА меньше 10, их однозначно не лечить. И я так категорически считаю, что так делать нельзя. И еще один очень тоже, на мой взгляд, любопытный момент. На самом деле, то исследование, на которое мы все время ссылаемся, где проводилось рандомизированное сравнение лучевой терапии, радикальной простаткотомии и тактики наблюдения у пациентов, хорошего прогноза, 10-летние результаты показали все-таки большую вероятность метастатического поражения при тактике наблюдения. И при таком заболевании, это как раз вот, наверное, критическая точка, и будет очень любопытно получить 15-летние результаты. Но, как бы, так, наверное, нельзя говорить, но, тем не менее, возможно, кривые и разойдутся. И тогда все, возможно, появляется, поменяется. Еще один момент в том, что, на самом деле, при отказе от тактики наблюдения, от скрининга и, в том числе, активного внедрения тактики наблюдения, в Соединенных Штанах Америки сразу появилось большое число публикаций, где продемонстрировано, что число местного распространенных опыльных процессов резко выросло. То есть это тоже надо понимать. Это, на мой взгляд, все факты, которые свидетельствуют, что не безобиден рак предстательной железы, что его надо лечить. А вот подобная пропаганда, она, к сожалению, рождает ситуацию, то, что давайте вот всех подобных пациентов просто не лечить. Так тоже нельзя. Александр Костеньевич, спасибо большое. Такой развернутый ответ, я надеюсь, да? Есть. Еще есть вопросы из зала? Пожалуйста. Да, у нас рентгенологи могут задать вопрос. Редко такая возможность предоставляется рентгенологу, задать вопрос урологу такого уровня. Это точно. Александр Константинович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ПАРАЦ-3, когда мы выставляем по данным МРТ? В том случае, если уровень ПСА низкий, если уровень ПСА высокий, какая ваша дальнейшая тактика? Спасибо. Как вы принимаете решение? На самом деле, появление системы ПАРАЦ сделало работу амбулаторных урологов и онкоурологов очень простой. В сегодняшний день можно посмотреть ПСА, можно посмотреть ПАРАЦ, посмотреть две цифры и сказать, надо делать биопсии или надо делать. И формально ситуация будет разрешена абсолютно легитимно. То есть, никто не сможет в этой ситуации как-то попенять на выбор. Потому что, ну, ПАРАЦ 4-5, делаем биопсию. ПСА там больше 10, однозначно делаем биопсию. Никаких, как бы, больше ничего и делать-то не надо, да. То есть, работа превратилась в такую вот механистическую, по сути, фельдшерскую такую задачу, с одной стороны. Но, к счастью, это не так. И каждый пациент, это по большому счету искусство до сих пор. И у каждого пациента решение принимается при оценке множества факторов. Вот, огромного количества факторов. Даже от того, как он зашел в кабинет. Поэтому говорить однозначно, как вы относитесь к ПАРАЦ. Я хорошо отношусь к ПАРАЦ. Это нужное, необходимое стадирование. И мы его активно используем в практике. Что делать при ПАРАЦ-3? Для каждого пациента индивидуально. То есть, в зависимости от всех остальных критериев, которые будут у этого пациента. Это пальпаторные данные, простатоспецифический антиген. А начинаем все там с симптоматики, да. Симптомы проявления симптоматические. С возраста больного, с его соматического статуса и так далее. А если это пациент 88 лет, с ПСА до 10 или 10, и у него ПАРАЦ-3. Ну, понятно, что я ему не буду ничего делать. У него нет никакой симптоматики. Ну, или минимальная симптоматика, купирующаяся таблетированными препаратами. Тебе же альфаблокаторами. Понятно, что я ему делать не буду ничего. Если это пациент молодой, без симптомов, ну, здесь я подумаю, ну, как минимум он останется под более пристальное наблюдение. Если ПСА будет несколько, то есть выше, понятно, что это будет биопсия. И вопрос, на самом деле, к ПАРАЦ-3, наверное, больше не в этом плане, а вопрос к объему биопсии на сегодняшний день. Вот здесь, мне кажется, гораздо больше проблем и гораздо больше вопросов, потому что, с одной стороны, мы на сегодняшний день не имеем возможности официально выполнять таргетную биопсию, а с другой стороны, как бы, вот эти пациенты, ради которых это все и сделано. И, несмотря на то, что сегодняшняя конференция посвящена фьюжн-биопсии, я считаю, что фьюжн-биопсия – это такой некий компромисс на сегодняшний день. И понятно, что все, как бы, делалось, делается, и оно рано или поздно должно прийти к биопсии под МРТ-контролем, как бы, вот именно с этих позиций. То есть, что мы выбираем тех больных, кому показана таргетная биопсия, а для этого это все и сделано. Спасибо. Анна Сергеевна, да, получили ответ в полный, развернутый, такой же развернутый. Еще есть вопросы у нас. Патоморфологический блок усиливается, постепенно подходит. Может быть, у патоморфологов есть вопрос к урологам. Давайте мы активно, живо включимся в общую нашу работу сегодня. Так, ну давайте, Александр Константинович, можно я вас попытаю? У меня пару вопросов тоже. Александр Константинович, на одной из конференций один из таких уважаемых урологов выступал, и у него обронилась такая фраза, может быть, это случайно, я обратил внимание на нее, а может быть, это такая специальная была такая реплика. Он сказал, что для урологов есть определенные понятия клинически значимого рака. И они несколько отличаются от понятия радиологов, от понятия патоморфологов. Разделяете ли вы эту точку зрения? Это единое понятие клинически значимого рака? Или это все-таки критерии есть общеурологический, патоморфологический, радиологический отдельно? Исторически, насколько я знаю эту проблему, клинически значимый рак был определен морфологами. И он определялся объемом 0,2 см, по-моему, кубический. То есть, этот опухолевый узел является клинически незначимым. Затем, естественно, клиника начала искать какие-то варианты обоснования клинические. И говорить о том, что да, вот существуют опухоли, которые мы можем клинически как-то описать, как клинически незначимые и так далее. Мне кажется, что в практике на самом деле клинически незначимый рак вещь весьма эфемерная. И понятно, что об этом могут сказать морфологи только. Но, опять же, из-за мультифокальности рака предстательной железы сказать об этом достаточно сложно. И возможно только при оценке всей предстательной железы, естественно, при соответствующих срезах и по полноте оценки всей предстательной железы. Потому что достаточное число работ, где даже небольшие фокусы ГЛИСН-4 является уже негативным фактором прогноза у пациента. Поэтому да, такое понятие существует и клиническое, и морфологическое. Ну вот, радиологического его не существует, все-таки, наверное, таких критериев как таковых нет. Вот. Но еще раз повторю, что исторически это все основано на определенных морфологических критериях, а все остальное уже подтянуто просто к этой ситуации. И диагностировать опухоль меньше 0,2 или в пределах 0,2, наверное, клинически чрезвычайно сложно. И говорить поэтому клинически о клинически незначимом раке, наверное, бессмысленно. Потому что и с другой стороны есть другая категория, есть алкализованный рак предстательной железы хорошего прогноза. Вот это понятно, да. И вот эта категория клиническая, она понятна, и понятно, что с ней делать. Поэтому я считаю, что клинически не очень целесообразно выделять клинический незначимый рак. Хорошо. В связи с этим, я так понимаю, что основные критерии, которые вам важны для определения агрессивности процесса и в дальнейшей оценке прогноза, стратификации от пациента, это патоморфологические критерии. А насколько вы опираетесь в принятии решения на ПСА, на его динамику, на другие какие-то суррогаты и так далее? Для вас это важно? Конечно, важно. Или это больше второсипедное значение? Конечно, это важно, но по большому счету до сих пор ничего более удобного, чем простатоспецифический антиген, пока у нас в руках нет. Есть дополнительные системы сейчас и пропаса, и индекс здоровья на основании, и различные молекулярные формы простатоспецифического антигена. Но, опять же, если мы посмотрим алгоритм, то они до сего дня не являются основными. То есть, они все определяются в диапазоне простатоспецифического антигена от 4 до 10 или от 3 до 10. И второй момент, что чаще всего они используются для принятия решения о повторной биопсии предстоятельной железы, нежели чем о первичном решении. Для первичного решения до сих пор вполне достаточно простатоспецифического антигена. И на сегодняшний день мультипараметрического МРТ. Вы больше ориентируетесь на общий ПСА или какие-то его более важные для вас? Для каждого молекулярной формы есть свои определенные показания, целесообразные смотреть. Поэтому, когда в анализе общий ПСА 3 нг на миллилитр, а при этом определен свободный, а при этом он еще и показывает негативные значения, то есть, постоянно видишь, что это трактуется как негативный фактор, требующий биопсии, тем более при первичном решении. На самом деле, таких данных нет, и мы должны ориентироваться в этой ситуации на общий ПСА, ну и плюс сегодня, еще раз повторю, на мультипараметрическое МРТ. Вот при повторной биопсии это может играть фактором, на который мы можем опираться и принимать дополнительные, то есть, принимать решения. Еще, если нет вопросов, не возникло вопросов. Спасибо большое, Александр Константинович. Вот если развивать тему ПСА, следующий вот подход, который ряд урологов пропагандирует, опять же, обращаясь к вопросу Анны Сергеевны, которая обратила внимание на сомнительные данные вроде как лучевой диагностики, может быть, сомнительные данные клиники, и тут же есть ПСА незначительно повышен в средней зоне. Вы какие-то, вот, в определенных ситуациях принимаете решение о проведении противовоспалительной терапии? Некоторые рекомендуют антибиотикотерапию для того, чтобы нивелировать ложное повышение уровня ПСА, связанное с воспалительными явлениями. Ну, достаточно активно этим пользовались раньше, на сегодня как-то этим меньше пользуемся, но, тем не менее, да, такой подход возможен, и назначение на две недели антибактериальных препаратов и оценка проста-специфического антигена на этом фоне, она возможна и целесообразна. Но я думаю, что только тогда, когда есть определенные сомнения, и на самом деле чаще всего эти сомнения возникают как раз когда есть высокие ПСА, есть клиника острого простатита, и эти ситуации действительно при экупировании воспалительного, острого воспалительного процесса, они в ПСА нормализуются, и ни о каком онкологическом процессе этого больного часто не бывает, дальше разговора нет. Но вот как раз тактика, когда это в серой зоне, на мой взгляд, не очень целесообразна. На сегодняшний день есть дополнительные методы, в том числе мультипараметрическое МРТ, которое помогает в этой ситуации определиться и принять на сегодняшний день объективное решение. И во-вторых, опять же, существуют дополнительные формы, в том числе и ПСА, которые мы можем также определять и тоже суммарно строить решение о биопсии-представительной жизни. Хорошо, спасибо большое. Аудитория? Аудитория пока еще не проснулась. Ну, давайте будем... Еще у нас есть некоторое время для того, чтобы задать вопрос еще. Еще один вопрос. Александр Константинович, Вы определили такие основные направления, три дороги, по которым может пойти пациент после посещения мультидисциплинарной команды, обсуждения этой тактики, дальнейшее лечение этого пациента, он может пойти по пути радикальной простатоктомии, то есть хирургического лечения, он может пойти по пути лучевой терапии или антиандрогенной терапии, или активного наблюдения, так сказать, консервативная дорожка. А есть еще дорога, которая достаточно активно пропагандируется рядом урологов, это локальные абляционные воздействия непосредственно на очаг, который выявлен при том же мультипараметрическом исследовании МРТ. Как Вы относитесь к локальному лечению? Некоторые пропагандируют, что это якобы похоже на визит к стоматологу. Выявилось кариозный зуб, они запломбировали новый очаг, выявился, они его тоже аблировали и так далее. То есть это посещение такое регулярное и постоянное, и абляция вот этих вот подозрительных очагов. Фокальная терапия как предстательная железа действительно уже, во-первых, достаточно уже давно существует, и ее определенные энтузиасты этого направления развивают. Но при этом, на мой взгляд, тоже есть очень много проблем. Во-первых, ее нет в стандартах на сегодняшний день. Мы на сегодняшний день, как стандартную опцию лечения этих пациентов, мы в принципе не имеем. Во-вторых, с одной стороны, мы уверены, что те физические факторы, которые мы используем для абляции, они действительно вызывают тотальный некроз. Абсолютное большинство работ об этом говорит. Но вот, к сожалению, наш опыт, он несколько свидетельствует об обратном. И, опять же, мне кажется, это такой определенный компромисс между решениями. И действительно, если это благоприятный прогноз, то пациента можно оставить, если уж не хочется его лечить под наблюдение, а не делать каких-то полумер. Либо подвергать, если это более плохой прогноз, локальному радикальному лечению. Если говорить о аблятивных технологиях в полном объеме, то есть, когда полностью предстательная железа подвергается воздействию, к сожалению, опять же, на сегодня нет убедительных данных, что это демонстрирует хорошие онкологические результаты. Поэтому тоже не является стандартной опцией. Если говорить еще раз повторяю о фокальной непосредственной терапии, то здесь самая большая проблема, то, что мы и будем обсуждать, это визуализация опухолевого очага в ткани предстательной железы. На сегодняшний день, к сожалению, даже мультипараметрическая МРТ не может с высокой долей достоверности говорить о наличии самого опухолевого очага. А мало того, еще говорить о его размерах, о его форме и его позиционировании в объеме ткани предстательной железы. Этого мы не можем сегодня делать в принципе. И поэтому планировать фокальную терапию в тех вариантах, которые существуют, там полдоли, четверть доли, на мой взгляд, тоже такая вот ситуация не очень определенная. А если говорить о таргетной терапии, когда мы только выжигаем сам опухолевый очаг, то никакой гарантии, что проведена полная обляция, к сожалению, мы получить не можем. Потому что нет ни понимания вот самого этого расположения очага, ни контроля над той обляцией, которая произошла. И так как мы имеем, наверное, один из самых больших опытов ведения больных после фокальной терапии, не больших, а самых первых опытов фокальной терапии рака предстательной железы, как минимум, в Российской Федерации, и этому уже 12 лет, когда мы проводили это исследование фокальной терапии рака предстательной железы, я просто знаю те проблемы, с которыми сталкиваемся мы и больные, с последующей диагностикой рецидивов. То есть это очень сложно, и больные для диагностики рецидива рака предстательной железы. ПСА у них ведет себя абсолютно непредсказуемо, оно не вкладывается в наше понимание того, как это должно происходить. У ряда больных оно скачет просто-напросто, у ряда больных постепенно повышается, а при этом при биопсии мы ничего не можем выявить. Что с этим больным делать постоянно в тупике? И поэтому это очень, еще раз говорю, это очень сложно после. Это действительно непросто, и очень тяжело разговаривать с этими больными. Поэтому мне кажется, на сегодняшний день, пока технически, во всяком случае, фокальной терапии рака предстательной железы, таргентной, мы еще не готовы до конца. Поэтому я не очень посторонник подобного метода лечения. Основная проблема, которую мы видели у нас в нашей серии, через год появились рецидивы за счет мультифокальности, а через два года у нас были рецидивы в зоне абляции. Это говорит о том, что мы не можем достичь адекватного контроля за тем опухолевым очагом, который аблируем, если мы проводим таргентную фокальную терапию. В этом проблема. Спасибо большое. Так, ну, у меня еще несколько вопросов осталось, но наше время подходит к концу, и мы должны уже заканчивать первое обсуждение. Ну, давайте такой вопрос, который вы тоже подняли в своем вступительной речи. Это ООО и неоднократно поднимался. Вот вопрос актуальности ПСА, и такой, может быть, философский вопрос. Сейчас подходы тоже лихорадит общество, медицинское сообщество. То сказали, ПСА является способом решения, решения раннего выявления, скрининга, рака предстательной жизни. Потом дискредитировали этот способ и сказали, что на уровне использования ПСА ведет к тому, что мы делаем биопсию всему населению практически. Сейчас появляется мнение о том, что все-таки ПСА работает, и оно позволяет выявить те агрессивные формы, которые действительно приведут к ускорению, так сказать, жизни, да, и заканчиванию жизни на этом свете большой части этих пациентов. Так сейчас, какое ваше отношение к скрининговому значению ПСА? Я могу ответить вопросом. Давайте. А какой альтернативы ПСА вы видите? Либо делаем скрининг. Мы надеемся на то, что скрининг ПСА все-таки решает проблему ранней диагностики рака предстательной железы. Это как весы, да. Либо вот часть исследователей говорят, нет, ПСА выявляет всех, и мы через это сито пропускаем всех пациентов, которые по уровню возраста, по каким-то клиническим симптоматике и так подлежат биопсии. Сначала определим, что такое скрининг. Скрининг – это обследование здоровой популяции мужчин в определенных критериях. То есть на сегодняшний день он является нерекомендованным. То есть как таковой скрининг он в сегодняшний день нерекомендован, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Хотя дебаты до сих пор продолжаются. И однозначно они говорят о том, что, конечно, это приводит к увеличению числа мест на локализованных, в том числе метастатических форм. Поэтому говорят о программах раннего выявления. Не о скрининге, а о программах раннего выявления рака предстательной железы, которые менее догматичны, они более динамичны. и организовываются непосредственно в том числе у нас в поликлиническом звене, когда просто рекомендуется пациенту, обратившемуся к тому или иному специалисту, который рекомендует ему выполнение простатспецифического антигена. Наверное, это и есть на сегодняшний день то решение, которое помогает в том числе в ранней диагностике рака предстательной железы у этой категории пациентов. То есть, другими словами, ПСА-мониторинг следует назначать пациентам, имеющим какие-то минимальные клинические проявления? Или какие-то... Нет, программа раннего выявления, просто не требует взять всех людей старше 45 или 50 лет, здоровых и нездоровых, всех в Санкт-Петербурге, и подвергнуть их скринингу. А дальше они также будут продолжать участвовать в этом скрининге, который определен там ежегодным обследованием простатспецифического антигена. Если есть какие-то изменения, они там соответствующие входят в какой-то алгоритм. На сегодня это не рекомендовано. По большому счету, должна быть программа раннего выявления рака предстательной железы. То есть, если пациент, например, обращается в поликлинику, тем более обращается к урологу, то понятно, что этот пациент должен быть обследован и ему должно быть рекомендовано выполнение простатспецифического антигена в плане скрининга рака предстательной железы. То есть, не скрининга, а раннего выявления рака предстательной железы. С объяснением всех за и против. Он может и отказаться от этой проблемы, от процедуры, потому что на самом деле мы знаем, что скрининг помогает одному из тысячи больных, из двух тысяч, даже трех тысяч больных не умереть от этого заболевания. Поэтому, к сожалению, мы понимаем, что скрининг, основанный на простатоспецифическом антигене, или раннее выявление, основанное на простатоспецифическом антигене, по большому счету, на сегодняшний день, конечно же, нас не устраивает. Но, с одной стороны, у нас более удобного ничего нет на сегодняшний день, это раз. С другой стороны, мы получаем дополнительные инструменты, которые нам помогают все более точно и точно определиться, избежать ненужных, в том числе и биопсий в этой ситуации. Ну, а вот, загорелась, да, аудитория под конец. Вот, надо было сразу этот провокационный вопрос, да, задать? Пожалуйста. Уважаемый Александр Константинович и Андрей Владимирович. Вопрос к вам обоим. Ну, практическому урологу, на самом деле, крайне затруднительно принять решение как раз в каких-то таких серых зонах. И когда все понятно, когда однозначно повышен ПСА, и когда есть признаки МРТ, однозначно указывающие на то, что нужно делать биопсию, здесь вопросов нет. Труднее всего определиться как раз с пациентами, у которых ПСА, допустим, однозначно высокий, и таких пациентов, я думаю, у каждого достаточно было в своей какой-то практике. Предположим, бывает даже ПСА выше 20, и даже 50, и нет никаких признаков МРТ, и даже неоднократно выполненная биопсия предстательной железы не дает никаких признаков рака. Причем она делается не в одном центре, а в нескольких, потому что пациент понимает, что с ним что-то происходит, но у него нет ответа на этот вопрос. Зато он ко всем приходит на консультацию с вопросом, что мне дальше делать. Какая тактика в отношении этих пациентов? И как бы подсказка такая, что некоторые из этих пациентов рано или поздно делают все-таки простатэктомию, и у какой-то части из них рак предстательной железы действительно оказывается. И тогда у этого пациента, который где-то далеко уже за 60, ближе к 70, и нет явных таких противопоказаний к операции по возрасту, возникает вопрос. Доктор, а вы меня не слишком долго наблюдали? Спасибо. Первое, конечно, категорически не делать радикальную простатокномию без верификации диагноза. То есть это недопустимо. И потому что, конечно, вреда будет гораздо больше, чем пользу в этой ситуации. Во-вторых, на самом деле таких пациентов, счастью, очень мало. У меня тоже есть такой один, там может быть, пациент или два. Но у тех пациентов, которых я знаю с такой историей, все заканчивалось, в конце концов, диагностикой рака предстательной железы. То есть ни одного пациента, кому бы в конце концов не был бы выставлен диагноз рака предстательной железы, я в своей практике не знаю. То есть, да, высокий ПСА был даже больше 53 биопсии, ничего нет, но на четвертый рак был все-таки диагноз. Поэтому, если есть стойкое повышение простатоспецифического антигена, тем более, если есть тенденция к росту простатоспецифического антигена, то он подвергается соответствующему поиску. То есть, ему выполняется биопсия предстательной железы с определенными интервалами, с повышением качества биопсии и так далее. Есть различные варианты биопсии. И поэтому, опять же, возвращаясь к тому же, о чем я начинал говорить, что на сегодня я считаю, что мы очень долго в свое время Сергей Борисович Петров в том числе организовал все эти программы вместе с профессором Альтхаусом, когда проводили пропаганду, готовили в том числе и морфологов, и урологов, и говорили, что все должны делать биопсию предстательной железы. Это было очень важной работой, потому что на тот момент практически никто этого не делал. И делали только в исключительных центрах. И поэтому это была такая задача привлечь внимание и все-таки организовать вот эту программу раннего выявления ракопрестательной железы в Российской Федерации. Сегодня это для всей предстательной железы это экономически привлекательная манипуляция. ее делают практически в любом медицинском центре, потому что это просто, осложнений практически не бывает, экономически выгодно, очень удобно. Но на мой взгляд, вот мы перешли от того, что от пропаганды и от как бы внедрения широкого к тому, что на сегодня надо понимать, что все-таки биопсия должна делаться там, где пациент будет лечиться, потому что и объем биопсии может зависеть от того, какое лечение мы можем предполагать этому больному. Опять же, таргетная биопсия, не таргетная, а системная, какая системная, а сатурационная биопсия, на каком этапе сатурационная биопсия, повторная, третичная. Вот вы говорите, там делали в центре, ему опять сделали шесть столбиков там третий раз подряд, и на этом все закончилось. Вот вся диагностика. А весь диагностический пояс должен строиться еще раз говорю, определенное искусство, то есть, если вы не видели первый, второй раз, то третий раз надо задумываться, как делать биопсию, и, наверное, этому пациенту возможно показана сатурационная биопсия предстательной железы. Но для этого должна быть возможность техническая, тогда вы можете это себе позволить. А если у вас этого нет, то, естественно, вы предложите еще одну экономически выгодную процедуру. Ну, почему нет? Поэтому здесь на мой взгляд нет проблемы. Больной должен просто находиться под наблюдением, и все необходимо дальше продолжать диагностический пояс. Черт, я на своей практике ни одного пациента не видел, у кого было настолько высокое ПСА, оно оставалось, то есть, оно не снизилось, да, там, после антивакториальной терапии, а оно остается высоким, тем более, имеет продолжение к росту. Я не видел таких больных, у кого не был выставлен рак ПСА. Александр Клаценичевич, спасибо большое. Очень обстоятельное объяснение.